Привет! Думаю, многие уже смотрели видео о том, как мистер олимпийская ляжка Роберт Фёрстман готовит себе тосты с утреца. Да, чтобы найти запрещенные субстанции в краю немецкого атлета, понадобится заинтересованность в этом соответствующих инстанций. А чтобы измерить нечеловеческую силу в его ногах, достаточно более реальных вещей, таких как пауэрметр или ваттметр. Вообще правильный, скорее всего, пауэрметр, потому что на рынке, ставшем популярным в последнее время, нет, к сожалению, ни одного от российских умельцев. А ведь вопрос больше технический, требующий пытливости ума, а не каких-то особых условий, которых не хватало бы в России. Знаю столько умельцев с паяльником, электросхемами, которые могут из трех старых Nokia и аквариума с рыбками устроить макбук с Retina дисплеем. Но вот с пауэрметром как-то не задалось. Часто я получаю вопросы, как работает это устройство, что оно делает. Также бывают доводы по обязательности, а также бессмысленности покупки, но в основном все сводится к вопросу о цене. А по всем по порядку. Начнем с конструкции. Практически все пауэрметры построены на тензометрических датчиках. На практике, для более легкого понимания, они представляют из себя так называемые струнки, протянутые вдоль материала, и служат для измерения его деформации. Когда вы нажимаете на педали, шатуны в определенной степени подвержены микродеформации. У карбона и алюминия, например, она разная, поэтому и пауэрметры разные. Так вот, микроскопические изменения в структуре струн улавливаются все системы, и электроника после нехитрых исчислений выдает на выходе ваты. А потом посредством Ant Plus все передается на подходящий борт-компьютер типа Garmin. С техникой очень поверхностно, но разобрались. Разобрались бы совсем, не пришлось бы покупать самим. Есть один чувак, кстати, на ютюбе, который сконструировал успешно свой пауэрметр. Минусы его канала и вся инструкция на английском. Цена вопроса 250-300 долларов и аспект, который часто забывается в таких самоделках, это уйма времени, вложенная в такой проект. Теперь представлю несколько видов пауэрметров и очень коротко некоторые моменты о них. Нахождение струнок, другие способы измерения, формула расчета различаются от фирмы к фирме. Есть базирующиеся интегрированные в шатуны, в так называемого паука, в каретку, в педали, во втулке колеса, сенсор цепи и даже управляемый методом противодействующих сил. Благодаря развитию беспроводных технологий поменялся и облик пауэрметров. Компания Dynastream, когда-то купленная Гарменом, является изобретателем стандарта Ant+, который разрешает беспроводное использование разных комбинаций устройств. То есть, если у вас уже есть навигатор от Гармена, то не обязательно покупать и пауэрметр тоже от Гармена. Теперь о конкретных моделях. Немецкий SRM – самый первый коммерческий пауэрметр. SRM расшифровывается по-русски примерно как «Велосипедная измерительная техника Шоберера». До сих пор является золотым стандартом и на момент старта на рынке цены доходили до 10 тысяч долларов. На актуальный момент цены устаканились и составляют, начинаются от 2000 евро. Базовый комплект не содержит ресивера, так что придется еще раскошелиться на Гармен либо на фирменный SRM Power Control, который, к слову, вдвойне дороже и не обременен никакими функциями навигатора. Зато существует целый спектр специальных функций для непосредственной тренировки. Про кварки я расскажу отдельно, поэтому продолжим к другим базирующимся около системы звезд – пауэрметром. Один из самых доступных на актуальный момент на рынке – это Stages. Струнки находятся на левом шатуне, то есть том, что без звезд. Поддерживаются практически все шатуны из алюминия, которые имеют с внутренней стороны гладкую поверхность. Цены на самые дорогие, то есть алюминиевый шатун Dura Ace – 800 евро в сезон. Шатун 105 группы и Altegra гораздо дешевле, особенно в межсезонье, вплоть до 400. Минусы покупки такого пауэрметра очевидны. Куда девать левый шатун? Есть идеи? Фирма Polar или Polar, известные своими часами, датчиками пульса и другими гаджетами на руку, после сомнительного способа измерения по натяжению цепи, решили сменить тактику, перешли на педали. Впрочем, так же, как и Garmin, у которого можно взять одну или две педали, оснащенные тензиометрами. Цены практически одинаковые, Garmin даже за пару дешевле. Понятно, что такая система очень удобна для переноса, если у вас несколько велосипедов одного вида. Например, велосипед для разделки и обычный шоссейный. При этом педальки от Polar, не зная по каким причинам, обладают встроенным GPS, хотя он должен быть по определению в головном устройстве. PowerTap. Пауэрметры, базирующиеся во втулке заднего колеса. Продаются в виде готового колеса, либо отдельно. Сложновато такие переносить из одного в другой. Во втулке находятся аналогичные SRM-струнки, которые поддаются измеримой деформации. Когда велосипедист давит на педали, вся система вращается, тащит за собой цепь, цепь давит на звездочки-кассеты, а те, в свою очередь, на вал, где и происходит собственное измерение. После чего в ватах данные передаются на головное устройство. Ergomo. Единственный пауэрметр, базирующийся на каретке. При этом нужно представить себе изменение шпинделя каретки, как закрученное влажное полотенце, при этом микроскопическое расстояние между скрученностями измеряет оптический сенсор, и алгоритмы переводят в ваты. Этот пауэрметр не самый дорогой, однако самый сложный при установке. И все данные переносятся по кабелю, так что можно забыть об элегантно интегрированной в раму проводке тросов. Система из-за заряда очень интересна, однако очень непрактичная. И наряду с пауэрметром, базирующимся на натяжении цепи от поляра, относится к экспериментам. Последний пауэрметр на сегодня не похож ни на что другое. Это эксперимент, но совершенно безболезненный, выгодный в цене и простой в установке. iBike в модели Newton 5. Все пауэрметры, описанные выше, измеряли прямую силу, употребляемую велосипедистом, тогда как iBike измеряет, наоборот, противодействующие силы при поездке, такие как ветер, подъем, покрытие и другие. Сенсоры установлены в самом устройстве, напоминающем смартфон или навигатор. Нужно задать пару данных, которые должны быть точны. Остальное выполняется путем математических алгоритмов. По сути, все логично. Есть даже опция использовать iBike в комбинации с обычным пауэрметром, чтобы видеть разницу в различных позициях на велосипеде. При этом показываются прямые цифры или результаты аэродинамичности. В общем и целом, интересный агрегат, который тестировался аж в Тинькофф Саксу. Хотелось бы попробовать его когда-нибудь протестировать. Такое было короткое ознакомление. В следующем видео будет представлен конкретный пауэрметр, а также пройдусь по всем маркам, которые предлагает рынок. Только сразу перейду к своему мнению о плюсах, минусах. Плюс-минус, плюс-минус, ничего лишнего. К этому видео ожидаю также только плюсов, ничего лишнего. Если измерять микродеформацию шарниров мыши во время нажатия, то щелчок по кнопке подписаться не затратит много сил. Так что вперед, до-до! Продолжение следует...